Итак, это обзор ММВБ на предстоящую неделю с 23 по 27 ноября. В этом видео я никакого Магеддона не буду осуществлять, я против всего этого дела, как говорится. Но я здесь хотел бы поставить акцент непосредственно не на акциях, а на товарном рынке, валютном рынке, рынке облигаций, рынке фондовым, то есть где торгуются акцией. Начнем, пожалуй, с рынка облигаций, потому что я посмотрел в пятницу котировки некоторых бумажек долговых, и я охренел. Я просто охренел. Знаете, почему я охренел? Я охренел от того, что народ покупает уже откровенный мусор. То есть они покупают сейчас облигации, третьи эшелоны, преддефолтные, ну вообще полудефолт. То есть компании, я просто даже баланс компании посмотрел, по отчетам, блин, у них там денег-то толком, как говорится, тоже, господа, нема, нема бабла. Да? И народ покупает уже эти облигации. Раньше им давали доходность 18, 20, 22%, а сейчас 12%. Я, во-первых, перекрестился, да, как человек верующий, и офигел. Я к чему это клоню? Я клоню к тому, что сейчас толпа вообще везде. И в чем суть? Возможно, что даже толпа еще прибавится, будет прибавляться, потому что с 1 января 2021 года будет в налог на вклады введен стороны государства. Я уверен, что большая часть этой толпы, они пойдут на рынок недвижимости. Они будут покупать квартиры по хаям, в Москве, там, Ленинградской области, там, другие регионы российские и прочее. Какая часть придет на рынок облигаций, какая часть придет на рынок акций, и пятый, и десятый, как говорится. Вот, но меня сам фактор эйфории сейчас очень сильно напрягает, потому что даже я вчера, как говорится, будучи живя в московской губернии, да, скажем так, проезжая по Киевскому шоссе, вблизи Киевского вокзала, офигел. Просто от увиденного. Ну, во-первых, рабочие места люди потеряли, потеряли. Это минус. А во-вторых, лютая проституция среди бела дня. Откровенно говорю, на то, что видел вчера, ну, когда-то на машине полежал на шоссе, а я офигел просто, если честно. Вот такая вот фигня, к сожалению. Но возвращаясь к теме облигаций, да, эйфория. В рынке акций эйфория. На товарных рынках эйфория. Про нефть еще поговорим, потому что мне есть что там сказать. Вот, и господа, и дамы, сейчас вот будьте аккуратнее с такими эйфориями, потому что то, что сейчас происходит, мне, блин, напоминает декабрь 19-го, январь 20-го. И в чем суть? Вот запомните одну важную вещь. Кризис еще не кончился. Это надо понимать. Сейчас тоже многие инвестбанкиры заговорили о возможных проблемах в банковском секторе. И, кстати говоря, о возможных проблемах меня уже который год напрягает именно Deutsche Bank в Европе, потому что он настолько сильно перекредитовал Италию, что итальянцы даже в момент коронавируса, они грозились дефолтом. А дефолт для, дефолт экономики, да, из-за огромного наплыва долгов, это ударит мужчина по шарам Deutsche Bank. Извините меня, Deutsche Bank в такой ситуации может просто исчезнуть как независимую структуру, да, и предстоит ее национализировать. А любое сейчас неверное телодвижение банковского сектора, это как минимум повлияет на фондовые индексы в негативном ключе. Я просто, опять же, без Магеддона говорю, я просто выражаю свое мнение, которое меня довольно сильно напрягает. Вот, и сейчас мы по рынку видим тупо вакцинные ралли, да. Уже многие компании начали конкурировать между Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, ну и другие тоже компании, которые вакцинами занимаются. И суть-то в том, что да, вакцина будет, от нее никуда не деться, она будет. Но в первом полугодии, 21-го года, будет абсолютная неопределенность. То, что я сейчас смотрю по статданам, которые я беру из Bloomberg, из Reuters, ну, такие графики, которые я потом постил на Telegram-канал Биржевик и в контакт-группу Биржевик в том числе. Ну, и которые также показаны на YouTube. Сейчас я вижу одно, что большие участники рынка в виде иностранных участников, то есть инвестбанки мировые, постепенно из рынка акций выходят. И паркуются они сейчас в американский трежер, в американские гособлигации, такой, знаете, условно говоря, тихую гавань. Как они и делают, это, в принципе, каждый раз, когда они понимают, что они ничего не понимают, куда пойдет рынок дальше, им это неизведано и непонятно. Вот, и все-таки в данной ситуации, конечно, стоило бы обратить внимание также на данный фактор. Если перейти сейчас на технический анализ по индексу РТС, это недельный график, у нас образовался свеча, которая называется Молот. Вот, имеется хвост продаж, довольно весомый хвост продаж, уровень 1260, ну, мы как бы удержали уровень сопротивления, да, зафиксировались именно на нем. Но в данной ситуации, запомните, господа и дамы, граждане, одно. Во-первых, он локально перегретый сейчас, во-вторых, индекс РТС будет расти только в том случае, если будет расти цена на нефть. А про нефть я еще поговорю в этом видео, мне есть что сказать по поводу нефти. Я о нефти тоже говорил еще последние дни, мне не выражал, хочу его еще раз выразить в этом видео. И вот смотрите, в чем факт по индексу РТС. Гэп, 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 да, и гэп. То есть, раз, два, три, четыре гэпа. Придется ли его, их отрабатывать, эти гэпы? Да, граждане, придется отрабатывать эти гэпы в скором времени. Например, в данной ситуации по рынку акций, я понимаю, что некоторые бумажки могут еще выстрелить из тех, что я продал. Вот та же самая тот нефть, которая там рисует свои вымпелы, там лукойл флаг вообще рисует, да, формации. Они могут выстрелить вверх еще в моменте. Вот, но я опять же, я не жалею, что я продал ту самую тот нефть с прибылью в 11%, потому что, сами понимаете, я же трейдер и надо жить на что-то. Да, ту, грубо говоря, прибыль, которую я получил, я уже половину оставил на своем счете, а половину просто надо жить на эту половину, скажем так, да. Ну, это уже отвечая на вопросы предъявного, почему ты продал ту отнефть так очень рано? Я ответил, надо на что-то жрать, да. Не побираться, где-то, на вокзал, да, там, на площадь трех вокзалов, Ленинградский, Ярославский, Казанский, да, а нормально жить и жрать нормальную еду, откровенно говоря. Ну, я думаю, всем все понятно, но это не суть. Вот, и ситуация такая, по индексу РТС, вот, у нас имеется вот очень важное сопротивление. Это сопротивление, диапазон уровней 1305, дефис 1330. У нас имеется гэп, господа, гэп 1313, или, пардон, или 1000 часов, у нас там 1000, а, нет, вру, 1310 гэп. Скорее всего, этот гэп мы в скором времени закроем. Внимание, скорее всего, мы его закроем. Но, запомните одно, что перегретость в нашем индексе, она имеется. Нефть, при нынешней ситуации, я думаю, долго России не будет. А про них сейчас мы еще поговорим, вот, после этого индекса РТС. Поэтому, те, кто спекулянты в рынке, да, ну, как сказать вам, либо стопы ставьте по мере роста двигайте, либо продавайте, фиксируйте прибыли. Потому что я, вот, например, сейчас некоторые бумажки продал, да, этот от нефти, ну, повторяюсь, опять же. Потому что, ну, во-первых, кэш надо освободить в такой ситуации, когда не понимаешь, куда рынок пойдет дальше. Потому что, с одной стороны, сейчас в рынок вкладываются ожидания вакцин, да, вакцины будут. Но ожидания уже вкладывают, уже сейчас ожидания вкладывают. А когда вакцины выйдут, хомяки забьются по хаям, их прокатят по писюнам. Так всегда в рынке происходит, вот в чем суть. Любое событие рынок отыгрывает заранее, то есть опираясь на надежду какую-либо. Вот, и, как говорится, лучше синиться рукаве, чем журавль в небе. Лучше там, не знаю, прибыль взять и шею свернуть, на, в карман положить, на, и пойти, на, да, всем понятно, на, я понимаю, на. Вот, стратегия, в принципе, такая, на. Поэтому по инсу РТС, вот, гэп имеется 1310, да, закрыто закроем, скорее всего. Но потом вот это сопротивление 1310, 1330, да, вот это самое жесткое сопротивление будет. И тут вы должны себя давать отчет в своих дальнейших действиях. По поводу нефти картина такая. Я на преды... а, нет, пардон, я на этой неделе, еще вроде как неделя не кончилась, еще воскресенье сегодня, ладно. Я на этой неделе говорил то, что, ну, мне не совыражал, что, скорее всего, нефть отправят к 46 долларам, к верхней грани баклифика. Потому что, во-первых, и медь растет, да, и, как правило, медь, точнее, нефтянка за медью тоже ходит, коррелирует. Но это такой вот производный индикатор, который тоже необходимо понимать. По крайней мере, за последние годы, что я наблюдаю за ним, он активно себя отрабатывает. И в чем суть? Вакцина ралли еще не кончилась, да. Я могу предположить одну, скажем так, вещь. Скорее всего, опять же, не на следующей неделе, да, а может быть через, там, недели две, может побольше еще, начнут вакцинировать особо больных. То есть, я тоже говорю, ты файзеры, модерны, государство американское, да. И на этом факторе рынок может воспринять эту ситуацию как, ну, с позитивом. И сказать, что, ага, вакцина есть, есть вакцина. Пампим, пампим нефтегаз и нефть. И они на жадане будут расти, скорее всего. Еще раз. Верхняя грань сопротивления, это 46 долларов за баррель. Выше, выше, пока что выше. Если выше и будет, только с выбиванием стопов шортистов и преобразованием вот таких, скорее всего, паттернов, падающих звезд. То есть, выбили шортистов, да, вот техничек, то есть, все их там поимели. И потом, плавненько, плавненько поет вниз, в боковичок. Потому что фундаментально сейчас, в принципе, я не могу сказать, что нефть будет расти вот именно сейчас, в этот период времени. Когда ливийцы добывают более миллиона баррель нефти, да. Когда саудовцы говорят, мол, типа, ну, господа, ну, тоже надо на что-то жрать, да, давайте тоже там. Тогда вот мы будем себе баррель добывать. ОПЕК, они будут заседать в декабре. И, скорее всего, нынешнее сокращение добычи нефти они продлят. Да, это, в принципе, и нефтяночку на нынешних уровнях и будет поддерживать. То есть, в боковике 38, дефис 46. То есть, сейчас она торгуется в среднесрочном восходящем тренде, да, на недельном графике. Это, конечно, отличный и шикарный, видите. И даже она отбыла от своего нижнегранитого канала. Это шикарно. Но фундаментально, пока-то еще и сдержки есть, вы это тоже должны понимать, между прочим. Это вам не, как говорится, хухры-мухры, да. Это, блин, реально, это кровь земли. И там и сдержки есть. И тем более, пока еще непонятна до конца политика Байдена в отношении Ирана. Потому что демократы, они же демократы, да. Да, они там и Иран могут по вопросу ядерной сделки с ним перетереть и санкции с него взять. На фундаменте, что просто новый баррель нефти мы в рынок увидим. На фундаменте, что цена будет продавливаться еще ниже. То есть, в моменте, опять же, такое возможно, такое возможно. По крайней мере, я еще расскажу, что непонятно дальнейшая конъюнктура рынка после 20 января. Еще раз говорю. Непонятно. То, что там говорят Трамп, мол, станет президентом. Но, господа, это маловероятно сейчас. Потому что он в ключевых штатах уже проиграл. То есть, Байден, скорее всего, президентом и будет, да. Вот. И пока ситуация довольно патовая и непонятно, что будет дальше. То есть, неопределенность конкретно над рынками висит и товарными, и валютными, и фондовыми. То, что, например, технически, да, то, о чем я тоже давно говорю. Двойное дно, вынос, тест. И будет дальнейшим, скорее всего, боковичок, да, какое-то время. И дальнейшим распределением. Оно будет распределением. И будет нефть еще выше стоить. И 50, и 60. Его тоже мне многие попрекают сейчас, мол, типа, товарный цикл, это миф. Господа, товарный цикл, это не миф. Он будет товарный. Товарный сырьевой цикл будет. Потому что вся, большая часть сырья находится на дне. Оно будет еще дороже стоить. Но это будет тогда, когда будет девальвироваться доллар преимущественно. Когда будет восстанавливаться мировая экономика. А пока угроза локдаунов висит, да, ну, блин, на каком-то восстановлении я, в принципе, не вижу смысла говорить. А то, а вчера я на Киевском шоссе на машине ехал. Я так вообще охренен. Проститутки среди белого дня стоят. И это нормально, и это ненормально нифига. Это ужас. И рынок сейчас растут, по сути, как пир во время чумы. Тупо на ожиданиях вакцин. Вакцины в Ирале. Это нормально? С одной стороны, нормально, да. Но как бы потом все это бы не аукнуть, да. Понимаете, вся эта эйфория, и, как говорится, эйфория, она приводит потом толпу в панику. Я даже по сообществу канала Биржик это прекрасно вижу. Когда, там, не знаю, люди на своей счетах видят зеленые циферки, они друг на друга наяривают, да. То есть там друг на друга дрочат, грубо говоря, да. Когда ведь красные циферки, они все вот такие, ах-вах, вот ты, Вася, меня засадил, там, ты, Петя, меня засадил, а ты, Маша, меня в жопу выебала. А Маша такая, а у меня члена нету. Ай, Машка, ты парашка, ай-яй-яй. Понимаете? Вот в чем суть, господа. Учитывайте риски сейчас. Риски учитывайте. Надо учитывать риски конкретные, какие есть. Возможности в рынке сейчас я не наблюдаю пока что. А вот риски, они, блин, растут. Поэтому еще раз скажу, что берегите кэш. Потому что кэш is not trash, кэш is salvation. Я эту фразу уже запарился переповторять, как бы. Моя цитатка и где-нибудь ее там на блокнотике у себя запишите. Поэтому по нефти пока боковичок, он, в принципе, актуален. Скорее всего, 46, мы можем потрогать, 46, да. Верхнюю грамму боковика. Вот опять же в рамках нынешнего вакцинного ралли. Можем? Можем. Но пока я с боковика, я выхода не наблюдаю сейчас. Еще раз говорю, проблемы в мире есть. Угроза локдауна в США тоже есть. Это сейчас там Байден говорит, мол, не, 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 не. Ну, господа, ну мы не будем вводить локдауны в Америке. No, no, no. We will not do it. We will not do it. Но ему-то выгнато говорить. Потому что американцы, во-первых, там уже и бунтуют, и кипишуют, и манифестацию устраивают, и оружие активно покупают. И вот тоже я смотрел в четверг журнал The Economist, да. А журнал The Economist, да, это, блин, пророческий журнал, господа. Они предсказывают, они вообще все, что предсказывают, все происходит. Такое ощущение, как будто они есть событийные маркетмейкеры на планете. За иконой, это английский журнал. И там, что у нас на обложке журнал нарисовано? Расколол-то американский флаг. Расколол-то, то есть, общество. Блин. И там такая жуткая социальная несправедливость, это, мама, не горюй. Как бы потом это не отразилось бы на фондовых индексах. На S&P, там, Dow Jones, Nasdaq и прочее. Сами понимаете, что пока там еще более-менее тихо, политика стимулированная в Шатах будет работать. А вот, если там вдруг что, скипит и бахнет, ну, извините, подвиньтесь. Тут уже ни одно стимулирование не поможет тогда. Просто паника опять будет, и все. И все-таки я считаю, что панику не было бы важно пройти сейчас. Сдуть эти индексы американские. Особенно S&P, Nasdaq. Я считаю, что это было бы нам наиболее актуально и рентабельно в текущей парадигме. Потому что то, что уже опузырено, должно сдуться, чтобы потом в новом товарном, сырьевом цикле, в новом экономическом цикле, в новом историческом цикле, оно могло расти без этих политик стимулирования. Натуральным образом. Потому что именно в последние годы, вот сейчас, к примеру, S&P 500 должен стоить не 3548 пунктов, господа, а как минимум 200 пунктов. Потому что в последние годы, в последние годы, повторяюсь, именно надували пузырь центральный банк, надувал пузырь центральный банк в виде ФРС. Это и Трамп с его там хотелками, да, мол, типа, к выборам индекс будет еще выше, выше, выше. Ну, хорошо, индекс к выборам стал выше, ладно, окей. Еще и другие моменты, которые тоже необходимо учитывать. И, сами понимаете, пятерка этих акций, Facebook, Amazon, Apple, Google, Netflix, что-то там еще, которого занимает огромную долю в индексе S&P 500, это ненормально. Это дури. И когда их пампят, индекс растет. Когда их дампят, индекс падает. Понятно все. Вот, уже подходя к технической картине индекса S&P 500, мы что здесь видим с вами? Во-первых, хорошо, мы здесь видим восходящий тренд, окей. Мы здесь видим клин, окей. Но, что мы видим на сопротивлении 3560? Возврат цены. Раз, два, три, четыре. Несколько раз цена от этого уровня отбивалась. Что это еще раз за уровень? Это уровень 30-летнего сопротивления. То есть, это уровень, от которого участники рынка не идут выше. Если пойти выше этого уровня, надо вводить как минимум бешеную программу стимулирования экономики шаттфов. Это, не знаю, может там, я не знаю, может там на 3 триллиона долларов в поддержке штатам выделить, да? И, куману, потом он там за неделю-две индекс вырастет, процент там, не знаю, на 5-10. Вот такое может быть. Но выделили они сейчас? Именно сейчас. Маловероятно. Но в перспективе, я думаю, они выделят. То есть, новое уже правительство штатов. Это, я считаю, все равно неминуемый процесс. И поэтому пока пузырь тут, в принципе, остается на американском индексе. Да, и что меня еще больше всего смущает в данной вот именно ситуации, это все-таки формирование формации тройная вершина. Это неприятный формат, который и S&P 500 американский индекс отыграл, и наши индексы, и вообще все отыгрывает данная формация. С основанием первого уровня 3200, второй уровень это 3000. То есть, сами понимаете, какого-то тоже есть негатив, который необходимо воспринимать сейчас вот текущей парадигмой времени, да? Я поэтому говорю, что определенные спекулятивные позиции, наверное, есть смысл фиксировать, пока дают еще прибыль они. Пока рынок вам, пока маркетмейкеры гладят вас по заднице и говорят, ах ты, сученыш, фиксируйся, ах ты, малышка моя, давай, думает, что дальше делать, понимаете? И вот когда меня маркетмейкер по заднице гладил, да, я ему сказал, хорошо, петушара, я продам-то от нефти, зафиксирую прибыль и при этом выйду. Все, я продал, я вышел, все, мне пох. Мне откровенно пох. Потому что, я еще раз говорю, эта эйфория, она рано или поздно закончится, понимаете? Взаимная мастурбация участников рынка друг на друга, да, и поливание друг другом кефиром ряженка, она тоже прекратится рано или поздно. Потому что, я еще раз говорю, ныне ситуация меня напрягает, блин, декабрь 19, январь 20-го. Там тоже народ друг на друга мастурбировал. И к чему все это пришло? Блин, пришло к тому, что какой-то китаец изнасиловал летучую мышь, из-за чего появился коронавирус. Ну, конечно, такого не было, я просто такую вот небольшую сатирическую долю в это видео добавляю, да. Но, блин, к чему все пришло? Индексы опять упали. А сейчас заговорили уже о том, что вот там проблемы в банковском секторе имеются. Там в китайском, там уже некоторые госпредприятия обанкротили госпредприятия. Еще в Европе этот сраный Deutsche Bank тоже там по струнке тонко ходит, по лезвию ножа. Так что, господа, как бы риски есть. Я к тому и говорю, что возможности, в принципе, я сейчас никак не наблюдаю здесь. По поводу пара рубль-доллар, сейчас я тут таймфрейм запишу. Ну, какой у нас там 19, по-моему, 28, а то я, сейчас секундочку, пара рубль-доллар. Да, и по поводу пара рубль-доллар, у меня тоже какая-то баба при дьяву кинула буквально недавно, мол, типа, ну, вот в комментариях по таким, там, одним из последних видео, мол, мол, вы же говорили, блядь, доллар будет расти от уровня 80, а сейчас говорите про девальвацию. «Дорогая моя, сладенькая, ты чем слушаешь меня? Я говорю, что на уровне 80-82 бутылка в жопе будет тем, кто покупает там. И сейчас, где, мать твою, доллар 75, 75, 50, 76, 40 в коридоре бьется?» Вот как-то так. И в чем суть? Вот недельный график, да? Во-первых, заседал недавно Путин, по-моему, в пятницу, и говорил то, что в 2021 году есть риск девальвации национальных валют, девальвации. Знаете, я, конечно, не всегда разделяю политику президента, но в данном случае он, конечно, прав. Почему? Потому что сейчас все зависит напрямую от нефти в адрес того, что у нашего российского рынка. И я еще раз говорю, блин, если в первом или втором квартале 2021 года какой-то негатив пройдет по миру, есть риск того, что и нефтяночка тоже скорректируется. Отсюда будет коррекция на нашем рынке, да? И памп данной валютной пары рубль-доллар. Вот, примерно, сейчас я ищу точки входа под спекуляцию, то есть по данной валютной паре. То есть у меня, конечно, еще некоторые позиции в рынке остались, да? По рынку акций. И там примерно, я не помню, сколько, 30 или 2%, или 35% от капитала у меня сейчас тоже в рынке акций еще лежит. Ну, там, в нефтяниках и прочем. Ну, не в сути. Можешь, как бы, их потом захеджировать. То есть в валютной позиции ей. Ну, потому что валюты будут расти, а они будут, скорее всего, снижаться. Да, это логично, это логично. И на чем-то одном заработать. В данном случае на валютных позициях. То есть взять общую доль, там, процент, иногда на 60 в валюту, да? И, как говорится, ее додержать. Такое возможно, такое возможно. Так, в принципе, я частенько и поступаю, когда вот, ну, ну, когда чую, что вот шухер где-то рядом. Вот, поэтому, по данной валютной паре на предстоящей неделе, что бы я мог вам сказать. У нас имеется вот, скажем так, уровень, точнее диапазон, вот он. Это 75, дефис 76,45. И вот здесь, пока проторговавших будут нас осуществляться, да? Пока идет в мире глобальный риск он, то есть спрос спекулянтов, да, на рискового актива. Это первый фактор. Второй фактор. На наш рынок сейчас пришли спекулянты на страну, ну, в качестве развивающегося рынка, да? И сейчас тоже информация ей. Голман Сакс, Морган Стэнли, Ситибанк, они активно пампят именно развивающиеся рынки. То есть говорят, что, мол, чуваки, они сырьевые рынки, вакцина близка. Вот, сейчас, вот, 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 сейчас начнется рост в этих нефтяников. Они так пишут, да? И вот народ сбегается, блин, и пампит рынок этим фактором. Ну, верно, верно. Это уже чисто такой событийный фактор, событийного анализа. Вот, и в чем суть-то? А суть-то в том, то, что рубль и нефть, они друг с другом абсолютно коррелируют. Я допускаю, господа, я неоднократно говорил, что цель прихода доллара это 75 рублей. Он туда и пришел. Опять же, он пока шипом сюда ходит, потому что его данный уровень поддержки, да, 76, 76, 30, рынком воспринимается как зона, скажем так, недоверия. То есть они от этого уровня откупают валюту. То есть ходили там на скользящую тренку на уровне, там, 75, 30, да, и начали откупать. То есть с недоверием смотрят, да? А почему с недоверием? А потому что нефтянка, как бы, недоверие тоже внушает. Мол, они думают, блин, а вот пробьет ли она 46 долларов за баррель верхнего уровня боковика или нет? Вот да или нет, да или нет. И сейчас рынок играет, грубо говоря, знаете, как не на опережение, а в угадайку, откровенно говоря. Вот. И я все равно допускаю одно. Еще раз. Мы перейдем, скорее всего, в скором времени. И вот сюда на 75, 50, да? И в моменте на 70, там, 4, 80. Ну, на данный уровень поддержки, да? То есть то, о чем я говорил еще там, не знаю, с конца ноября, там, начало декабря, ой, с конца ноября. Нет, точнее, с начала ноября, с конца октября, с начала ноября. То, что цель-то ниже находится, не там 90, пока еще не 100, там, да? А пониже цель. Потому что уровень 80-82, это уровень политический. Это не экономический уровень, это политический уровень абсолютно. Потому что при росте курса доллара, я видео сделаю экономическое, именно завтра, про инфляцию и валютный рынок. Потому что многие не понимают одного, то, что при росте цен на валюту, у нас дорожает товар. То есть, расчет доллар, расчет товар, расчет товар, расчет инфляция, сами понимаете, да? Покупательная способность, она снижается. И вот важно ли государству сейчас, вот сейчас, вот в этот период времени, государству просто опустить рубль куда-нибудь на парашу? Я думаю, что нет. Почему? А потому что ситуация уже шаткая, политическая, понимаете? И вот это и меня тоже напрягает, да? И их напрягает. Потому что рубль по 90, это пакет молока, который стоил там 50 рублей, да? За пакет молока, да? Он будет стоить рублей 100 за пакет молока. Еще и барыги будут на этом наживаться, да? Еще и покупательной способностью пойдет добавок. Понимаете, риск-то вот, ну, какой он гигантский риск, между прочим. И те люди, которые хотят увидеть доллар по 100, вы либо ебанутые в край, сука, либо вы олигофрены, блядь. У меня очко бомбит уже от вас, скровенно говоря. Почему так? Потому что мы все тогда обеднеем. Еще на 20%. Мы и в этом году девальвацию получили на 25%, да? И доллар по 100 будет еще девальваться на 25%. Да мы все бомжами будем тогда, понимаете? Зарплата в России и в Украине тогда сравняются. Это нормально, это нихрян не нормально. Это ужас будет. Зарплата там в Средней Азии и России сравняются. Да я вот сейчас по улицам хожу, да, по столице российской, да? И, блин, где все азиаты? Их, блин, нету. Я охреневаю. То есть узбекистанцы, таджикистанцы, туркменцы, киргизы. Их нету. Они уехали. Не из-за ковида уехали, нет. А из-за того, что они эти же деньги могут заработать теперь у себя на родине. Вы понимаете это? И это пипец. Второй фактор по поводу валюты у нас будет выплата по госдолгу в российском в следующем году. Госдолг будет минимальный, мизерный. Вот. И третий фактор это Государственная Дума. У нас в сентябре будет собрание в Госдуму. Я предполагаю один важный фактор, что скорее всего после мая-июня 2020 года рынки увидят какую-то перспективу для себя. Сырьевые рынки в том числе. Потому что вакцину презентуют, вот опять же по ожиданиям участников рынка, скорее всего, либо январь, либо февраль, либо март. Первый квартал. То есть они ставку на это делают. Да, окей, вакцину презентуют. Скорее всего, увидим тоже памп цен на сырье, то есть там нефть и прочее. Но перед этим фактором рынки не знают, что будет. Они в неопределенности. Поэтому я говорю, что отправная точка для рынка – это производство вакцин. Это фактор надо помнить. И при росте цен на сырье, повторяюсь, рубль будет укрепляться, нефть будет рубль укрепляться, а доллар будет падать по отношению ко многим валютам. То есть девальвация доллара будет продавать. Она уже идет девальвация. То есть она среднесрочная девальвация. Вот посмотрите на этот график очень внимательный. Вот DXY, да? Сейчас секундочку. 27, 28. 27, 28. Индекс доллара. И вот в чем суть. Бочинский, да, он уже с марта от уровня 103 активно снижается. То есть сейчас основой уровень поддержки – это 91,80. Вот. В чем суть? Вот все равно, знаете, вот я сейчас держу все равно в голове. Такие вот негативные события могут прийти после нынешней эйфории. Потому что, ну, по моему опыту, эйфория кончается всегда плачевно. И если в рынке будет какое-либо паническое настроение, запомните одно, что индекс доллара будет пампить вверх. Куда-нибудь в область 96,50. Такое может быть, такое может быть. Потому что весь мир будет в доллары переходить. Из развивающихся рынков, да, из американского рынка. Они будут бегать от рисков и бегутся в доллар. И покупать еще будут государственные облигации Америки. На этом фоне просто памп, он возможен. Поэтому девальвация, посмотрите, на мой взгляд, она среднесрочная. То есть до поры до времени. Но потом, господа, потом, когда Байден возьмется за свою политику, так сказать, есть нюанс, который надо учитывать. Когда уже и пакет помощи, скорее всего, американцы ведут. Тут мы увидим тоже конкретное давление на доллар. То есть еще учитывая ситуацию с цикличностью по данному инструменту, да, индексу доллара, я неоднократно говорю, что это процесс циклический. То есть доллар пришел к тем отметкам ранее, куда он должен был прийти. То есть к верхней грани того же самого восходящего тренда, точнее, нисходящего тренда, да, в условиях формации рубин. Ну, бриллиант, рубин, неважно, как он называется, там, ромб, вот видите. Это формация, как правило, медвежья. Это просто я и по имитентам прекрасно вспомню и прочее. Но в моменте, повторюсь, при рынке панки, мы можем вернуться к данной грани сопротивления, там, 95. А это нижняя грань ромба, между прочим. И вот такие сопротивления, они хреново пробиваемы. Это диапазон уровней, который рынок, он не дает просто так поймать, ну, не поймать, а, ну, заштурмовать, скажем так. Это надо помнить. Сейчас пока он бьется в боковике, в конвульсиях, да, потому что неопределенности в рынке есть. А когда определенность будет понятна, или есть негативная определенность, да, то сами понимаете, доллар вверх. Если там позитивно, то доллар вниз. Но, опять же, позитив мы получим тогда, когда вот вакцина будет, когда будет выходить новость, что вот все, прививают. И, господа, запомните одно, что как появился коронавирус из ниоткуда, он также и пропадет в никуда. Вот только определенный момент времени надо будет дождаться. Он как появился из ниоткуда, еще раз, из ниоткуда. Он так и пропадет в никуда. Запомните это, вот просто, раз на все, запомните это. Потому что сейчас они пампят именно фармацевтов в этой новостями о вакцине, потому что, блядь, это конкретные огромные бабки. И понимаете, в таких вот мероприятиях любое государство наживается, любой бизнес наживается. То есть, в данном случае на вакцинацию. Это огромные деньги. Понимаете? И любой кризис, он возникает контролируемым образом. Даже текущий кризис, он контролируемый кризис. Потому что, если бы кризисы были неконтролируемые, у нас была бы анархия. Мы бы сейчас хотели бы дубинку друг друга бы долбили бы. Понимаете? Это кризис. Анархический. А любой кризис в мире контролируемый. Откровенно говоря, это просто переход из цикла в цикл. Это нормально. Капитализм. Откровенно говоря. Я про тему кризисов еще видео на следующей неделе сделал обучающее. Потому что народ думает, что кризисы, они хаотичные. Да ни хера подобное, они не хаотичные. Они еще какие контролируемые кризисы. Вот по поводу индекса доллара, я думаю, всем все понятно. Ну и касательно еще котировок меди и нефти. Точнее, медь плюс нефть. Вот, в принципе, пока еще наблюдается один фактор. То, что потенциал по росту нефти, он еще имеется. И пока это, скажем так, вакцины ралли в мире происходят. Вот зелень, свечи, это медь. Красная линия, это нефть марки Brent. И пока все вакцины ралли происходят, ну нефтяник еще подрастет. По крайней мере, первый уровень это 46 долларов. Дальше посмотрим. Возможно, стопы шартистов временно выбьет нефтянка. Потому что, как правило, участники товарных рынков, они так и делают. На позитивах время-то время они пампят. Сырьевой товар. Выбивают стопы, ну и дальше все. Как говорится, как ракета Илона Маска, она приземляется на платформу, куда надо было приземлиться. Да, я, кстати говоря, тоже хотел бы сделать акцент на одну деталь. По поводу лонгов и шартов на индексе РТС. Я отметил, наверное, хотел бы следующее. Что сейчас длинные позиции, то есть покупатели, юрлиц, да, то есть инвестбанков и прочих, они сокращаются. То же самое, что и количество шартов в российском рынке со стороны физлиц. То есть я к тому говорю, что хоть среди физлиц еще шартистов реально много сидит, немерено много, возможно, какие-либо задергии до Нового года еще увидим по нашему руку. Возможно, хоть он уже и перегрет, но, возможно, что-нибудь подобное мы еще увидим. И вот потом, когда предпоследнюю партию шартистов там выбьют, то есть вообще все, тарам-парарам будет у них, да, мочить будут лонгистов. Потому что все в рынке так и происходит циклично. Мочат шартистов, мочат лонгистов. Эйфорией наступает все в рынке, набегают именно люди с длинными позиций, то есть откупают акции там по хаям, да, и катаются по одним местам, сами понимаете. Как это выглядит. Так что вот данный фактор тоже необходимо воспринимать, потому что это не бла-бла-бла, а это, блин, это жиза. Вот, и подводя уже определенный итог обзора, данного обзора ММВБ, могу указать следующее, что рынок-то хоть наш перегрет, перегрет. Как говорится, пока шартисты есть в качестве топлива, рынок наш вот немного еще подпампит, потому что есть цель по РТС 1310 пунктов. И там уже начинается сильный диапазон сопротивлений, 1310-1350. Учитывая, как рынки ведут себя сейчас, в текущий период времени, да, и когда, не знаю, там, главы МВФ, Международного валюта фонда говорят, что рынки оторвались уже в натуре от реальности, да, у меня просто вопрос один, какого черта они об этом говорят сейчас? Ведь они были обязаны говорить об этом еще раньше. До программы количественных смягчений со стороны, там, ЕЦБ, там, ФРС, там, Япония, там, Китай и прочих. Просто сейчас, откровенно говоря, получается такая картина, что рынок превратили в казино, и победитель там один, центральный банк, группа центральных банков. Вот картина такая просто, почему такие заявления МВФ делают, ну, я вообще, честно говоря, не вкуриваю. Странный парадигма. Вот, и сейчас еще другой нюанс, то, что народ, как и в 2008, как и в 2014, говорят, что сейчас, как бы, рынки начали жить в новой парадигме, да, там, техи растут, там, нефтянка падает. Это все брехня и чушь, потому что, наступит момент времени, когда нефтянка будет активнее растить, чем технологические компании, и переток капитала мы все равно очень сильно увидим здесь. Просто, на самом деле, желательно увидеть картину такую, какая была в 2000 году. Техи падают, нефтегаз растет. То есть, чтобы был такой условный баланс между падением и ростом. Потому что сейчас отправная точка, я считаю, вот лично я считаю, для реального сектора экономики, она будет именно после того, как в первом, наверное, квартале 2021 года уже презентуют вакцину, скажут, что вот, она ушла в оборот, вот все это уходит. Потому что сейчас тупо рынок растет на ожиданиях. То есть, валютный, точнее, товарный рынок, сырьевой, фонды вынес, они тупо на ожиданиях растут. И вот, когда этот процесс ожидания завершится, я полагаю, что какая-то вот именно коррекция будет, где будет маринад именно лангистов. Это неминуемо. Ну, еще другой фактор, повторяюсь, меня напрягает жестко то, что уже банкиры заговорили о проблемах в банковском секторе. И я тоже посмотрел в пятницу на один важный фактор, именно соотношение просроченных кредитов в банках Америки. Блин, просрочки там адски растут, в американских банках. Им как бы есть чем покрывать, абсорбировать эти убытки кредитные. Да, потому что баланс у них тоже довольно огромный и резервы банков. Но, блин, господа, сам факт об этом тоже говорит. Ну, и опять же, повторяюсь, выражаясь, уменьшить свое опасение по поводу данной ситуации. Я просто сейчас на паузу поставил и еще раз переповторю, потому что я сказал, пока все стояло на паузе. То, что сейчас инвестбанкиры заговорили о том, что есть проблемы в банковском секторе, я повторяю, что молния, скорее всего, не ударит в одно и то же место, как он набил в 2008 году. Но надо учить то, что риски довольно весомые сейчас имеются в фондовых рынках в том числе. И поэтому то, что сейчас, к примеру, я вижу по садам из Bloomberg, которые они презентуют, да, это уход участников рынка перед 2021 годом в облигации, то есть государственной облигации штатов в трежерис. То есть они туда, в принципе, паркуют свой капитал, потому что они не знают, куда рынок пойдет дальше. То есть, с одной стороны, S&P 500 подошел к реально жесткому уровню сопротивления, 350-3600, да? Но это сопротивление, оно растущее, то есть там как бы идет такая восходящая линия с 87-го года, если не ошибаюсь. Вот. И, ну, в данной ситуации, наверное, все было бы что-то другое, что налик лучше приберечь, то есть кэш, и потом уже при ситуации смотреть, куда можно было бы припарковать для тех или иных спекулятивных идей. Потому что я сейчас повторюсь, что даже народ выкупает активно облигации третьего эшелона. Ну, то есть дерьмо дерьмищенское, откровенно говно покупают, которое давало доходность раньше в 18-20-22%, сейчас в 12%. И вот все-таки данная парадигма, она уже сливается в мегапозитив, то есть такую в эйфорию рыночную, да? Которая эйфория кончается, как правило, и слезами на глазах, да? Для толпы. Поэтому уже оговаривая тему фондовых индексов, то есть акций, да, блин, сейчас большая часть этих эмитентов там, они перегреты. Потому что меня тоже спрашивают, мол, типа, а стоит ли там, не знаю, купить, не знаю, Северсталь или Эдлабга? Ну, как говорится, хотите лося получить, покупайте. Не хотите лося получить, не покупайте, потому что нет вот никакой рентабельности, потому что они все перегреты уже. Вообще все перегреты. То есть рано или поздно придется корректироваться, потому что сейчас по некоторым бумажкам имеется навес дивидендов. И дивиденды там большие. И этот фактор тупо рынок наш держит. Просто смотрите мое последнее видео, это основа бюджета торговли, фундаментальный анализ, лекция 25. Я там подробно сказал то, что чем выше дивиденды в российских акциях, тем будут усиленнее и сильнее эти акции держать. Когда дивиденды навеса тысяча есть, когда они выплату совершат, когда они под ГП уйдут, цены, все. То есть, сами понимаете, все. Не будет навеса. Цена будет отдана рынку. А рынок он там сам, широебе цен, как только ему хочется. И скорее всего будут именно снимать перегретость. В тех шамах Северсталях, не знаю, на Ламка, там ММК и в прочих других бумажках. Как говорится, один Сбербанк еще чего стоит. Реально перегретые бумаги, адски перегреты. Так что данный фактор тоже необходимо, ну, понимать. По итогу скажу то, что налик я постепенно на счете увеличиваю. Как говорится, 21-й год встречать придется вне определенности откровенной. И все-таки есть, ну, опять же, чисто исходя из моего опыта, практики, такое ощущение, что все равно эта эйфория, она кончится слезами. Потому что ни одна эйфория еще не заканчивалась каким-то таким мега-супер-пупер-лютым позитивом. Такого не было еще ни разу. Поэтому нужно готовиться сейчас ко всему и по возможности поглядывать на валютный рынок с целью хеджирования тех самых позиций. Потому что, мне кажется, другое, то, что именно первый квартал это самый жесткий, с жесткой неопределенностью. И поэтому сейчас любой прогноз рынка, он сводится к русской рулетке. Выстрелит или не выстрелит. Понимаете? Потому что рынок новостной. И сейчас новости, они выходят одна за другой. То есть, никто не знает, что будет новость про Pfizer, да, и рынки запампили. Хотя технически, блин, там все говорило именно о скатывании рынков в коррекционное движение. Ну вот, я про это говорю, то есть, этот фактор тоже необходимо, ну, так сказать, учитывать. Ну и, как говорится, если выкидали позитивную новость, можно будет спекулятивно какие-либо акции запрыгнуть, стопы поставить и по меру их подвигать. Но опять же, идей особых в рынке сейчас нету. Я тоже сам выяснил в последние дни какие-либо идеи, да, и вчера поискал. Не, вообще идей нету. То есть, к примеру, там Татнефть, Лукойл, да, они там свои флаги, вымпелы рисуют. В моменте, конечно, могут подбросить и выше нынешних цен, но, блин, это в моменте все. Это все в моменте. Потому что и там слишком уж большое количество лонгистов засело, и рано или поздно их все равно будет всех вытряхивать. Как говорится, вытряхивают их долго, но цена потом растет очень метко. То есть, резко, как ракета. Ну, поэтому расслаб на будущей неделе такой. Повторяюсь, имеется гэп на уровне, по РТС на уровне 1310. Возможно, его пойдем закрывать, скорее всего, я полагаю. По поводу нефти, 46 долларов мы, скорее всего, еще тронем. Потому что там, все-таки, смотря на корреляцию меди и нефти, там медь растущая, нефтяночка отстает немножко от рынка. Вот. Поэтому могут пойти выбить они стопы шартистов по нефтянке. Следующее, что наш рынок тоже может локально подрасти. Но, блин, локально это локально, потому что он уже перегретый. Так иначе, данный фактор тоже необходимо учитывать. И самое жесткое сопротивление будет именно на уровнях 1305, 1300, по-моему... 1305, 1300, ну... 30 или 1340, ну, плюс-минус, на этих уровнях. Про более высшие цели я, говорит, пока не могу. Не вижу их. Тем более при нынешней ситуации, когда и в рынках неопределенность, и эйфория прям конкретно веет, это... Это плохо. Это очень плохо. Поэтому, тоже отвечая на вопрос, почему я так мало рискую в рынке. Ну, господа, когда вы на рынке заработаете свои деньги, да, там, не знаю, такие вот большие деньги, да, вы эти деньги будете ценить просто-напросто. И любую идею вы будете обдумывать наперед. То есть, а стоит ли игра свеч? Вот, например, я сейчас думаю, стоит ли игра свеч для личного моего капитала? Я думаю, что нет. Но есть какая-то либо позитивная новость, форс-мажорная, которую мы не можем сейчас предсказать, она выйдет, да? Я, конечно, войду на спекулятивную часть, на какой-либо эмитент. Поэтому сейчас я оставил у себя в портфеле, там, Газпромнефть, Газпром немного, Башнефть, Метчелл, ну, такие сырьевые компании. ВТБ как банк, ну и, ну и пока все, это имеется из российского рынка, из российского рынка. Вот, посмотрим, куда они пойдут. В итоге по Газпромнефтью я повторяю с целью 355, закрытие летнего дивидендного гэпа. По Башнефтью закрытие 1500 летнего дивидендного гэпа. По Метчеллу отработки цели до уровня 69 имеют сам. По Газпрому, по Газпрому 190 цель. Это как минимум. Так что данный фактор тоже необходимо учитывать. Но повторяюсь еще раз, то, что они активно росли в последнее время, то есть последние, там, две недели. И какая-либо коррекционная направленность вниз в них будет просто рано или поздно начнется. Поэтому и пока рынок дает, там, кому прибыль по позициям, я думаю, проще-напросто, если вы спекулянты, именно стопы встать и по мере руса двигать. Ну, а если кому-то хочет свою прибыль зафиксировать, просто ставьте заявку на продажу и продавайте в плюс. То есть тут одно из двух сработает. Ну, опять же, кто живет с рынка, да, кому нужны бабки, проще поставить, не знаю, заявку на продажу и прибыль зафиксировать. Вот, и чтобы потом жаба, как говорится, не квакала. Ну, поэтому я и многие сейчас бумажки некоторые, точнее, сбрасываю. Ладно, в принципе, на этом все. Такой вот небольшой выпуск получился. У нас имеется телеграм-канал Биржевик. Вот он. И в контакт группы Биржевик. Там пост новости, аналитика, обозрения, обучающие посты, технические анализы по валютному, товарному, фондовому рынку. На них подписывайся и будь в курсе событий. У нас также имеется телеграм-канал Биржевик Облигации. Это канал, предназначенный для инвесторов, которые инвестируют в облигации только. Мы там делаем фундаментальный анализ компаний, новость, аналитика, обозрение, обучающие посты и прочее, что связано с долговым, то есть, облигационным рынком. Ссылочка вот всплыла, на нее крикайте и переходите. И также у нас имеется телеграм-канал Биржевик Банки. Там пост новости, аналитика, обозрение, обучающие посты про банковский сектор. Корритование, страхование и СЖНСЖ и прочее. Тоже на нее подписывайся и будь в курсе всех событий. У меня на этом все. Благодарю за внимание и до свидания.